Казахстанский суд Казахстанский активисты, журналисты и оппозиционеры. Но в пути им срочно пришлось менять маршрут. Суд перенесли в колонию Заречного, где отбывает наказание полицзаключенный. Было сообщение о том, что сегодня в 16.00 в городе Тапшатай состоится суд по апелляции Владимира Козлова. Только мы приехали в Копчегай, нам сообщают, что суд перенесли в поселок Заречный, то есть в зону. Что оставалось сделать? Мы тут же обратным ходом опять приехали сюда. Секретарь судьи Жан Булатова по телефону продолжала дезинформировать супругу Козлова Алью Турусбекову, что все остается без изменений. Суд состоится в 16.00 в Копчегайском городском суде. Но заседание на самом деле провели в Заречном и никого кроме адвоката на него не пустили. Если Владимир Козлов был уголовником, то наверняка он уже находился бы на вольном поселении, добился бы условно-досрочного освобождения. Но, к сожалению, под различными предлогами его держат и, судя по всему, он не скоро выберется из этой зоны. Сегодняшнее заседание, безусловно, это заседание с политической подоплекой. И то, что ему выговор объявили в июне месяце, это была организованная, это была постановка, это была чистейшая провокация для того, чтобы не допустить условно-досрочного освобождения. Активисты пришли к мнению. Все эти мелкие пакости администрация колонии проделывает специально. Мало того, что незаконно лишают Владимира Козлова права на улучшение условий содержания, так еще и создают видимость, что никто не поддерживает политика. Очень надеемся, что все-таки, хоть в отношении незаконных взысканий, восторжествует закон, их отменят, и таким образом Володя все-таки приблизится к УДО, то есть к условно-досрочному освобождению. Адвокат вышла за ворота колонии затемно, без особой надежды на положительный исход дела. Надеяться на законность и правосудие в Казахстане не приходится. Как и следовало ожидать, суд города Копчегаев в понедельник огласил решение по иску Владимира Козлова. Оппозиционеру отказали в исковых требованиях в полном объеме. Взыскания с политика не снимут. А значит, на облегчение режима Владимир Козлов в ближайшее время рассчитывать не сможет. Субтитры создавал DimaTorzok